Порывы ледяного ветра заставляют кутаться теплее и буквально сносят с ног. Яркое солнце и ноль по Цельсию обманчивы. Но участники сегодняшних соревнований стартуют и выкладываются на всю. Кто умеет стрелять, тот в любую погоду попадает. Ну, конечно, сложнее, потому что ветер порывистый, то он сильный, то его нет. Кто справляется, тот справляется. Все важно. И работа лыж, и стрельба, и личные качества спортсмена. 15 участников. Среди них воспитанники «Алмаза». Но вот среди юношей 12-13 лет рязанцев нет. Корейцева стрельба. Как? Со штрафными приобрели? Да, со штрафными. Сколько штрафных? Четыре. Товарищ Кирилла по команде, 12-летний Владимирский биатлонист, один из лучших на сегодня стрелков. Первый огневой рубеж он прошел единственным, без промахов. Шло все довольно легко, только на финише сложно стало. Да, порывы ветра сильные, из-за этого на втором рубеже немного промазал. Занятия биатлоном стали возможны в Рязани относительно недавно, и к настоящему времени в спортшколе очень много желающих стать настоящим спортсменом. Мы смотрим сначала на желание, в принципе, ребенка и родителей, что немаловажно. Далее мы смотрим, потому что у нас много ребят занимается. Дальше мы смотрим на общую физическую подготовленность спортсменов, ну и, конечно, должен быть медицинский допуск. Результаты сегодняшнего первенства таковы. Юноши 2009-2010 годов рождения в спринте 3,6 километра. Первое место у москвича Савелия Третьякова. Среди девушек на дистанции 3 километра – Владимирская спортсменка Елена Акимова. Среди юношей 2007-2008 годов рождения – первая тройка рязанцы, воспитанники спортшколы «Алмаз» – Александр Гаврилов, Алексей Миканев, Сергей Батнарь. Первый и второй среди старших девушек тоже стали рязанки – София Диардиева и Варвара Тимошина. Третье место у Вероники Саушкиной из Владимира.